МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта станция названа так в честь подмосковного города Серпухов, несколькими годами ранее отметившего свое 600-летие. Однако вскоре появляются слухи, будто станция имеет отношение к Серпухову не только по названию. В облицовке ее стен якобы использован белый камень, оставшийся после сноса главной достопримечательности старинного подмосковного города – Серпуховского Кремля. В московском метро есть немало станций, названных в честь различных городов – Варшавская, Пражская, Римская. В оформлении каждой из них, как правило, использованы элементы декора, которые вызывают ассоциацию с соответствующим местом. Так, например, на станции Римская есть фонтан с волчицей и братьями Ромовым и Рэмом. Но чтобы ради аутентичности пойти на откровенный вандализм, снести памятник архитектуры, простоявшей более 400 лет, чтобы его камнем облицевать одну из станций подземки? В центре Серпухова у слияния рек Нары и Серпейки высится Соборная гора. Поднявшись туда, можно обнаружить два ветхих фрагмента стены. Это все, что осталось на сегодняшний день от одной из самых величественных и древних крепостей Подмосковья. Серпуховского Кремля. За моей спиной один из сохранившихся фрагментов стены. Чуть дальше есть еще один. И это все. Но даже по этим остаткам былого величия понятно, что сооружение было внушительным. И разрушить его было весьма непросто. И все же кому-то это удалось. Кому? Когда? Да. А главное, зачем? На какие нужды пошел белый камень из стен Серпуховского Кремля? Расспросим местных жителей, помнят ли они, когда был разобран Кремль. Если это произошло в начале 80-х годов 20-го века, когда строилась станция метро Серпуховская, то здесь все должны это помнить. Ведь лет прошло не так много, всего 30 с небольшим. Скажите, пожалуйста, а вы помните, когда у вас здесь Кремль сносили? Не помните в какие годы? Ну, вообще знаете о его существовании в старом городе? Нет? Вы не слышали, когда его сносили? Нет, я не слышала. Ну, это до войны было, после войны было. Нет. Не, не знаете ничего, да? Не знаете ничего, да? Не знаем. Мы говорили с людьми разного возраста, но никто не вспомнил, как и когда был снесен Кремль. Один из запрошенных сообщил нам, что приехал в город незадолго до начала Великой Отечественной. И Кремля уже не было. То есть задолго до строительства станции метро Серпуховская. И все-таки, когда это произошло? Если не помнят люди, то должны помнить документы. Только вот, согласно документам, впервые Серпуховский Кремль снесли чуть ли не до того, как построили. Возведен в 1556 году первый снос середины 16 века. Дело в том, что речь идет о сносе предыдущего, деревянного Кремля, который раньше стоял на этом месте и был заложен еще в 1374 году серпуховским князем Владимиром Храбрым. За два столетия деревянный Кремль пришел в негодность и было решено заменить его каменным. Обусловлено строительство было необходимостью защиты южных рубежей московского государства. Крымские татары, нагайцы и прочие наши южные соседи частенько нападали на территорию московского государства. И Серпухов стоял как раз в том месте, где проходила очень большая дорога из Крыма на Москву. До этого уже стоял деревянный серпуховский Кремль, построенный еще в 14 веке из дуба. Но он уже был не актуален, поскольку 16 век – это время развития артиллерии. Воинское искусство поднялось на высокую ступеньку. И деревянные стены были уже не способны выдержать современный бой 16 века. Серпухов был форпостом на стратегически важной дороге. Слишком большая ответственность для деревянного Кремля. Дерево легко сжечь, а вот каменную цитадель в те времена можно было взять только приступом. Говорят, что Серпуховский Кремль никому не удалось взять. И мы не нашли подтверждения обратного. Построен Серпуховский Кремль был по всем правилам военной науки того времени. Крепость была хорошо приспособлена, в том числе и для применения артиллерии. Стены ее были невысоки, зато их толщина благоприятствовала размещению пушек и пищалей. Технология кладки – это полубутовая кладка, так называемая, когда делаются два панциря из тесаных каменных блоков, а между ними засыпается бут, то есть камень, песок, глина и так далее. Создается как бы такая полужесткая конструкция. Если бы это была монолитная каменная кладка, то стена бы треснула при оседании и возникло бы слабое место в стене. Полубутовая кладка дает возможность стене плавно прогибаться по рельефу местности. Кроме того, строители Серпуховского Кремля прибегли к ряду хитростей. Кремль был очень хитро организован, устроен. Мы сейчас стоим рядом со специальным сооружением, например, через которое защитники города набирали воду для себя. Здесь шел некий подземный ход, который спускался к речке Серпейки, и отсюда можно было доставлять воду. При въезде в Кремль был организован захаб – очень сложная фортификационная система, коридор, через который враги должны были пробираться к главным воротам Кремля. И со всех стен этого коридора во врага, естественно, летели камни, пули, стрелы и все, что было под рукой у защитников. Несмотря на соответствие архитектуры крепости, официальные версии о времени постройки существует альтернативная точка зрения. Согласно ей, каменный Кремль в Серпухове появился на целое столетие раньше. Не в 16-м, а в 15-м веке. Но самое интересное не в дате, а в цели постройки. Як бы Кремль должен был оборонять город не от набегов татар с юга, а от грозного северного соседа – Москвы. Дело в том, что в те дни серпуховский князь Василий Ярославич серьезно конфликтовал с московским князем Василием Темным и в итоге проиграл. Сам он был обвинен в измене, закован в железо и вскоре умер. А серпуховское княжество было фактически присоединено к московскому. Победитель, как известно, получает все. Есть что-то курьезное в самой идее, что много веков спустя Серпуховский кремль был еще и разобран для строительства московского метро. Даже если это легенда, она словно отражает эту историю противостояния древних городов. Строился серпуховский кремль вовсе не для того, чтобы однажды использовать его в междоусобной войне между серпуховским и московским владетелем. Это была общая политическая линия великого московского княжества. И, наверное, называть Серпухов центром сепаратизма того периода не стоит. Однако в 17 веке Серпухов утрачивает свое военное значение, и большая часть дальнейшей истории Кремля – это бесконечная эпопея попыток его восстановления или, по крайней мере, сохранения. И все эти попытки, как правило, оказывались безуспешными. Почему? В разные эпохи причины были разными. Белокаменный Кремль разрушался в 17 веке после пожаров, которые уничтожили деревянные крыши над стенами этого Кремля. Как только пожары уничтожили крыши, дожди, влага стали разрушать потихоньку Серпуховский Кремль. В архиве мы нашли записки Серпуховского воеводы Андрея Оленина, датированные 1650 годом. Воеводы констатируют, что башни крепости стоят без крыш. И скоро дождями извести с каменных сводов вымоются, своды обвалятся. Это при том, что, согласно летописи, Серпуховский град тремя годами ранее уже ремонтировали. Похоже, официальным документам нельзя было доверять. Никогда. А Ленин вроде бы собирался заняться ремонтом Кремля. Дороги как-то не дошли. В 1681 году новый серпуховской воевода Леонтий Шишкин также заговорил о необходимости срочного ремонта крепостной стены. Мол, каменья валятся, беспрестанно падают. Так что пройти и проехать немочно. Однако дальше слов дело опять не пошло. И Кремль продолжил разрушаться. И уже через 10-20 лет Серпуховский Кремль представлял собой опасность. Поскольку камни со стены башен Кремля валились вниз по склону этого Кремля и падали прямо на дорогу. Иногда разрушая повозки и калеча людей и лошадей, которые проезжали под этим Кремлем. А потом в Серпухове случился такой пожар, что город пришлось восстанавливать из руины. Видимо стало и вовсе не до крепости. Все начало сыпаться. Сам белый камень-то он сохранился, но сыпаться начало его прослойка известь, с которым скрепляется сам белый камень. Под воздействием огня, потом воды, ну и погодных условий все рассыпалось. Все быстро очень пришло в упадок. О Серпуховском Кремле вспомнили при Петре Первом. 25 апреля 1707 года царь отдал приказ по возможности укрепить и полизодировать крепость, а также снабдить ее пушками, пополнить гарнизон и запасти провианта на 5 месяцев и более. Выходит, Серпуховский Кремль снова готовили к выполнению оборонных задач. По указу Петра Великого, некоторые Кремли России укреплялись в связи с приближением войск Карла Великого 12-го. И в том числе Серпуховский Кремль. И это не осталось на бумаге. Кремль реально укрепили, причем очень своеобразным способом укрепили. Почти вся площадь Кремля была, во-первых, засыпана белым известковым раствором. Сделано это было для того, чтобы не пачкать ноги при строительстве. Во-вторых, стены были несколько укреплены в тех местах, где они были разрушены. Все было сделано для того, чтобы использовать этот Кремль как артиллерийскую позицию, надежную. То есть это был последний исторический момент, когда Серпуховский Кремль собирались использовать как оборонительное сооружение. Однако воевать жителям города не пришлось. На их счастье 8 июля 1709 года шведское войско было разбито в одной из самых знаменитых битв в российской истории. Под Полтавой. Горожанам может и счастье. А вот Кремлю беда. Нет войны, нет ремонта. Московским властям было куда вкладывать деньги. На отвоеванных у шведов землях строился Петербург. А у руководства Серпухова с финансами была беда. И белокаменное чудо, краса и гордость города продолжила разрушаться. Неудивительно, что к середине 18 века Кремль представлял собой форменные руины. Согласно воспоминаниям мещанина Андрея Болотова, древние стены Серпуховского Кремля, навислые уже от ветхости и грозящие ежеминутным падением, производили страх и трепет в проезжающих мимо. Множество вывалившихся из стен огромных камней лежали разбросанные по косине крутой горы. Многие подли самой дороги. И казалось, что в каждую минуту готовы они, скатившись с горы, раздробить проезжих. Казалось, что снос Кремля был уже делом решенным. Но этого не случилось. Потому что у Серпухова не было на это денег. А московский губернатор Юшков на трехкратную просьбу о финансировании ответил туманно. Мол, дело требует тщательного рассмотрения. Пока его рассматривали, в России вновь сменилась власть. На трон взошла Екатерина II, которая первым делом занялась благоустройством старинных российских городов. 25 июля 1763 года ею был подписан указ о сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов. По каждой губернии особо была учреждена государственная комиссия по организации городов, которую возглавил крупный государственный деятель того времени Иван Бецкой. Из 497 российских городов, 416 получили собственные планы развития. И в том числе Серпухов. Городостроительная реформа Екатерины Великой заключалась в том, что производилась перепланировка городов российских. Планировка городов России со средних веков была концевая. Города делились на определенные районы, не связанные друг с другом. И улицы были кривые, косые, шли в любых направлениях, они были все узкие. Куда приведет тебя улица, зайдя в город, нельзя было сразу предсказать. Наверняка. Екатерина Великая, как женщина образованная и повидавшая Европу, знакомая с новыми веяниями, решила использовать европейский опыт, перенести его в Россию и разбить все города по возможности на кварталы. В результате вся средневековая планировка Серпухова была со временем уничтожена. Почти вся. Ну, кроме планировки, собственно, Серпуховского Кремля. Впрочем, Кремлю тоже досталось. Было срыто очень большой холм, то, что мы сейчас здесь видим. Уничтожена, грубо говоря, тайницкая, ну, не башня, а тайник такой, который здесь находился, где прятались все такие какие-то вещи интересные, для Кремля нужные. Вот. Это большой урон для Кремля. Нанесла, грубо говоря, ну, не она сама, да, а при ее правлении. План переустройства Серпухова был подписан императрицей 16 февраля 1784 года. К плану прилагалась записка московского губернатора графа Чернышова, отмечавшего, что хорошо бы восстановить сохранившиеся Кремли в Коломне, Серпухове и Можайске, однако починка их гораздо более б стоила, нежели самая их теперешняя надобность. И все-таки Екатерина план с сохраненным Кремлем подписала, что автоматически означало «Кремлю стоять», и ни о каком его сносе даже речи быть не может. Несмотря на высочайшее повеление, Серпуховский Кремль ремонта снова не увидел. Ответственный за притворение планов правительства в жизнь, московский главнокомандующий Еропкин понимал, что безосновательной реконструкции Кремль не сохранить. Понимал он, видимо, и в какую копеечку влетит такая реконструкция, и придумал, как выйти из положения. Еропкин предложил компромисс. Серпуховские укрепления разобрать, и все материалы содержать под смотрением и в удобном месте в целости, до будущего на то исправления времени. Реставрацию же предлагалось провести позднее, как-нибудь потом, когда на это будут средства, да и то лишь частично, к примеру, уменьшив высоту и толщину стен. Екатерина и ответить на это предложение еще не успела, а местные власти уже заключили несколько договоров с частными подрядчиками на разбор крепости, и те стали разбирать белый камень для своих нужд. Но через год от императрицы пришло распоряжение. Кремль восстановить в прежнем виде. А из чего? Камушек-то уже был распродан. И власти поступили просто и гениально. Повелели все вернуть. Ну, разумеется, бесплатно. История умалчивает, сколько вернули на самом деле. Но, судя по отчетам, все до крошечки. Ну, еще бы, императрица была женщина суровая. Радищева вон за какую-то книжицу в Сибирь упекла. Страшно подумать, что она могла сделать за разобранный Кремль. Однако к реставрации опять приступить не успели. Екатерину на престоле сменил Павел, отменивший все распоряжения матери, чего бы они ни касались. Радищева выпустить, Серпуховский Кремль разобрать. Может, тогда древнюю твердыню и снесли? Могли ли в таком случае остатки стен сохраниться до 20 века и пойти на строительство метро? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, из какого материала были сделаны стены. Белый камень – это своеобразный материал. Белый камень, с одной стороны, не очень прочный, поскольку мы можем его разбить легко, имея в руках, скажем, топор. Поработав полчаса, мы можем этот блок, этого белого камня, расколоть. С другой стороны, это пористый камень. Он вбирает в себя воду и, в общем-то, имеет тенденцию трескаться со временем просто от влаги. Но он очень быстро обрабатывается. В этом его огромный плюс. Но изменяясь и деформируясь, постройки из известняка живут тысячелетиями. Достаточно сказать, что на некоторых египетских пирамидах по сей день сохранилась белокаменная облицовка. Хорошо сохранились и белокаменные храмы Владимира Суздальского княжества, которые старше Серпуховского Кремля на 300-400 лет. А по какой причине Серпуховский Кремль построен именно из белого камня? Подобную загадку ставила перед исследователями, расположенная в этой же части Подмосковья, церковь Богородицы в Дубровицах. Это роскошное оборочное строение уникально потому, что создано целиком из белого камня. Хотя во время ее возведения храмы строились уже из кирпича. Причина выбора проста. Рядом, по берегам рек Пахры и Десны, на развилке которых и стоит церковь, добывали белый камень. Мы предположили, что и с Серпуховским Кремлем причины были теми же и не ошиблись. Рядом с городом действительно добывали известняк. Кроме того, в городе были свои каменотесы. Изготовлялось это обычным способом, ручным. Вот эти пласты, собственно, известняка выламывались вручную, обтесывались каменчиками, в сыром виде камень обтесывался. Вот это можно даже наблюдать. Засечки от скорпельки, вытесывалось все руками. Белый камень добывали в расположенном неподалеку от города карьере Заборье. Это еще одна достопримечательность Серпухова, причем всемирно известная. Карьер Заборье уникален он тем, что там был со временем сделан геологический разрез, в котором наблюдались многочисленные ярусы жизни, так сказать, геологической жизни нашей территории на протяжении последнего миллиарда лет. Глядя на сегодняшнее состояние карьера, не верится, что у него такое славное прошлое. Нижний слой уже заполнен водой и практически заболочен. А сверху разрастается свалка строительного мусора. Специалисты бьют тревогу. Но даже письма из Академии наук не привели ни к какому результату. Если так будет продолжаться и дальше, то сохранять уже будет нечего. Карьер занесен в списки культурных объектов ЮНЕСКО и до сих пор там и числится. Хотя за карьером уже давно никто не присматривает, не ухаживает. И карьер постепенно заполняется мусором, к сожалению. И, в общем-то, приходит в запустение. Итак, по сообщениям местных жителей, к началу Великой Отечественной войны от Серпуховского кремля уже оставалось совсем мало. Два фрагмента стены и кусок фундамента. Значит, его снесли где-то в промежутке между 1796-м, когда Павел I вступил на престол, и 1941-м годом, когда началась Великая Отечественная. Довольно большой диапазон. В архивах мы разыскали протокол собрания Серпуховской городской думы, датированный августом 1913-го года, где сказано, что дума соглашается приступить к разработке сметы для проведения работ по ремонту Кремля. Как? То есть за два с лишним века власти так и не осуществили этот ремонт? А мы выяснили, что впервые о необходимости ремонта Серпуховского Кремля заговорили еще в середине 17-го столетия. И все это время Кремль, естественно, продолжал разрушаться. Прямо Салтыковщий дрим какой-то, честное слово. Правда, в 1886 году Кремль все-таки собирались ремонтировать. Но необходимой на это суммы так и не нашли, и реставрация снова была отложена. До лучших времен. Эти лучшие времена, вероятно, и наступили в 1913 году, когда Серпуховская дума все-таки согласилась приступить к разработке сметы на ремонт Кремля. Но тут, как назло, Первая мировая революция, гражданская война, какой уж тут ремонт. По крайней мере, понятно, что в 1913 году Серпуховский Кремль еще стоял. По крайней мере, было что ремонтировать. Ну а что же было дальше? Поищем советские газеты. Может быть, в них будет что-то о судьбе главного исторического памятника Серпухова. В Серпуховской газете «Набат» в печатном органе Серпуховского горкома ВКПБ в октябре 1931 года в статье «Пешком по Серпухову» было написано «Памятников в городе, по всей видимости, нет никаких». То есть, как-то никаких. Получается, Кремль к тому времени уже был снесен? С другой стороны, в Серпухове масса старинных церквей. Видимо, они тоже не считались важными объектами. Или речь шла о каких-то других памятниках. Вот еще одно письменное подтверждение того, что Серпуховский Кремль при новой власти не считали достойным сохранения. В книге историка древнерусского искусства Некрасова «Города московской губернии» за 1928 год читаем «Нет сомнения, что реставрировать Серпуховский Кремль не представляется возможным. Но главное для нас здесь то, что в 1928 году Кремль еще стоял. Стоял он, оказывается, и в 1933. Весной 1933 года Серпуховский Кремль был включен в составленный наркомпросом список памятников архитектуры, находящихся под государственной охраной. Странно. То в Серпухове нет памятников, и вдруг Серпуховский Кремль под государственной охраной. Очень интересно. Интересно еще и то, что путь от не памятника до объекта государственной важности Серпуховский Кремль прошел всего за полтора года. Вот как такое могло случиться? Не иначе, как у Кремля появился какой-то могущественный покровитель. Но кто бы это мог быть? Оказалось, что в 1932 году в Серпухове побывал известный реставратор Петр Барановский. Он исследовал старинную крепость и добился ее включения в охранную грамоту наркомпроса. Барановский – настоящий ангел-хранитель памятников русского зодчества. Количество спасенных от уничтожения и восстановленных Петром Дмитриевичем шедевров исчисляется сотнями. Одно из главных достижений знаменитого хранителя древностей – музей-заповедник Коломенское. Было начало 1920-х годов. Вы знаете, как разрушались памятники архитектуры и в Москве, и в других местах. И Петр Дмитриевич – первый памятник деревянный, который привез в музей Коломенское – это хозяйственная постройка из села Преображенского под Москвой. Это постройка конца XVII века. И потом Петр Дмитриевич, руководствуясь идеей спасения, а спасти можно было только так, чтобы памятник разобрать на месте, потому что там просто ему грозило уничтожение, и привезти в Коломенское. И поэтому сюда был привезен и домик императора Петра I из-под Архангельска. Сюда была привезена проездная башня Николы Карельского монастыря – это конец XVII века. Сюда была привезена башня Сумского острога. Причем сейчас так хорошо говорить – привезена. У него был гужевой транспорт, лошадь и телега. И он, используя вот этот транспорт, вот он свозил сюда сотни, сотни и тысячи тяжеленных экспонатов. Десять лет Барановский оставался директором музея. Только благодаря ему Коломенское сохранило свой уникальный архитектурный ансамбль, в том числе и знаменитую Вознесенскую шатровую церковь, являющуюся сегодня частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Но самая эффектная история, связанная с именем Петра Барановского, спасение собора Василия Блаженного на Красной площади. А еще Барановский не побоялся заявить Сталину «Оставьте собор Василия Блаженного в покое! Это уникальный памятник архитектуры!» И это сработало! Существует легенда, что во время обсуждения нового вида Красной площади, когда Каганович убрал с плана местности макет собора Василия Блаженного, тот мешал проезду танков, тут же раздался голос вождя «Лазарь, поставь церквушку на место!» История, конечно, вымышленная, но собор Василия Блаженного, вот он, по сей день стоит на своем месте. И благодарить за это мы должны именно Барановского. Про то, как реставратор бился за уникальный собор, по-прежнему ходят легенды. Собор Василия Блаженного грозил уничтожение, Пёдмич спрятался внутри, якобы сказал, что «взрывайте вместе со мной» и так далее. Но это действительно легенда. Пёдмич не находился внутри. Но всякая легенда имеет под собой основу. Вот смотрите. Разрушаются храмы Москвы. И Пёдмич приезжал иногда к храму накануне его разрушения. И это уже не легенда, а подлинно. Он обвязывался веревкой, он забирался высоко до купольного креста. Он с небольшим количеством помощников размонтировал и купольный крест, и израстцы, и какие-то кирпичные кладки, белокаменные детали, которые украшали московские храмы. У братства внутри золоченые иконостасы, иконы, книги, металлические плиты чугунные, решетки, литургические приборы. Причем не было время смотреть, ой, вот это там 15 век, а это 17, а это 19, поэтому не нужно. Нет. Пёдмич спасал все, вывозил все. Так что вмешательство Барановского в дело Серпуховского Кремля и включение Кремля в число охраняемых государством памятников практически давало гарантию того, что Кремль разрушен не будет. Более того, появилась ощутимая надежда, что не за горами его долгожданная реставрация. Как же тогда получилось, что сегодня от Кремля остались лишь два кусочка крепостной стены? Благодаря Петрову Барановскому были сохранены эти два участка системы. Это его исследования, доказательства, что их нужно обязательно сохранить. Но у кого поднялась рука на охраняемый государством памятник? Неужели это была своеобразная месть Лазаря Кагановича за собор Василия Блаженного? Вот что интересно. Каганович в то время руководила метростроем, а в декабре 1933 года в Серпухове появилась контора метростроя. Совпадение? Я так не думаю. И еще вопрос. Что делал метрострой в Серпухове? Метро туда тянуть и сегодня не планируется, а уж тогда тем более. Причем основной задачей метростроя было обеспечение строителей московского метро необходимыми материалами. А чем мог помочь в этой ситуации Серпухов? Мы изучили перечень заводов и фабрик, работавших в этот период в Серпухове. Ни одно предприятие в городе не производило какие-либо нужные метроматериалы. Единственное, чем был богат Серпухов на тот момент. Белый камень. Впрочем, возможно, добывать белый камень планировалось в карьере Заборья. Но в 1933 году работа на карьере еще не велась. Он стоял заброшенным с гражданской. А завод «Известняк», который впоследствии разрабатывал карьер, построили лишь к началу Великой Отечественной, когда от Серпуховского Кремля остались одни воспоминания. И все-таки мы знаем, что камень, осыпавшийся со стен так и не от реставрированного Кремля, был не слишком хорошего качества. Неужели он все равно потребовался московскому метрополитену? Метро планировали открыть к 17-летию Октябрьской революции, то есть в ноябре 1934 года. Но уже к концу 1933 года руководству метростроя стало понятно. В заявленные сроки метро открыть не удастся. Тогда это была очень важная стройка. Не надо напоминать, кто стоял у руля в нашей стране и что было бы за то, если бы не исполнили приказание выстроить метрополитен в Москве не хуже, чем за границей. Строили метрополитен очень быстро. Решение о сроках было принято до того, как провели геологическую разведку. А под землей метростроевцы столкнулись с серьезными проблемами. Их устранение требовало времени и сил, которых не было. В партии был брошен клич «Метрополитен столицы строит вся страна». Со всех концов Союза в Москву потянулись материалы. Из Крыма везли мрамор, сурово яшму и так далее. И организацией всех этих отправок занимались как раз конторы метростроя. Но на все нужно время, а его не было совсем. Поэтому первые станции облицевали дешевым кафелем. Мрамор и яшму подвезли уже потом. При таком положении дел Серпуховский белый камень должен был пригодиться. Только сначала надо было вычеркнуть Кремль из числа памятников, охраняемых государством. В 1934 году в уже знакомом нам Набате мы нашли статью некоего Федоровича, который, рассуждая о памятниках старины, мимоходом замечает, что Серпуховский Кремль следует отнести к числу памятников наименее ценных, громоздких и обветшалых. Автор статьи также отмечал необходимость разобрать находящийся при крепости собор, не имеющий никакой исторической и художественной ценности. Заметим, что собор был построен в 17 веке. Весной 1934 года контора метростроя приступила к разбору Кремля. Также к сносу готовили Троицкий и Высоцкий соборы. В мае камень Кремля был увезен в Москву, однако в июле все работы были прекращены. Что же произошло? Неужто советская власть внезапно пожалела культовое сооружение и вернула им статус памятников? Или это Барановский защитил старинные храма? Но нет, к этому времени он уже сам нуждался в защите. В октябре 1933 года Барановский был арестован, а позже отправлен в лагерь. Для Серпуховского Кремля опало его покровителя означало скорую и неминуемую гибель. Какой-то рок, я бы сказала. А представьте, что Барановский реставрировал Казанский собор на Красной площади, который тут же и снесли. Вот Серпуховской Кремль. Я думаю, здесь не зависит от того, реставрировали его или нет. И если такая воля жесткая, государственная была на снесение, на уничтожение памятников, то тут уже не смотрели на то, что реставрация была ли до этого или нет. Может быть, даже он думал, что вот если отреставрируют, вот не тронут этот памятник, а мне тронули. Думаю, что это общая направленность революционного времени, что нам не нужны старые постройки, нам не нужно все старое. Отречемся от этого. Ну, что там Кремль, да, древний Кремль Серпуховской? Кремль быстро разобрали, а полученный камень отправили в Москву на строительство метро. Ну, вот что удивительно. Проехавшись по самому первому участку московского метро от Сокольников до Парка культуры, мы не обнаружили ни на одной станции ничего похожего на известняк. Что же, Серпуховский Кремль разобрали специально для строительства метро, а его белый камень даже не использовали для облицовки станции? Как такое могло случиться? Дело в том, что для облицовки известняк, тем более старых построек, увы, не годился. Оказалось, что он плохо реагирует на влажность, толком не полируется, впитывает копоть. Однако эксперты уверили нас, что своими глазами видели накладные метростроя на перевозку белого камня из Серпухова в Москву. Куда же он делся? Мы изучили документы и поняли, стройка века остро нуждалась не только в отделочном камне. Поскольку никакой особой подготовки к этому строительству никто не вел. Соответственно, нужно было добыть стройматериал для строительства метро. В списке стройматериала значился бут, бутовый камень в огромных количествах. Для того, чтобы добыть этот камень, нужно было либо срочно разработать какие-то карьеры, но это долго, либо что-нибудь разрушить и перемолоть в камень. Так вот, ближайшие к Москве населенные пункты по распоряжению Кагановича в общем-то обследовались на предмет того, можно ли что-нибудь разрушить. В Серпухове нашли Кремль. Сюда была направлена бригада, которая с помощью динамита очень быстро разобрала стены Серпуховского Кремля. Камень был погружен на железнодорожные составы и увезен в сторону Москвы. И, в общем-то, вот таким образом исчез Серпуховский Кремль. Но в июне 1934 года вышло постановление Моссовета, из которого ясно следовало. Для строительства метро нужны только качественные материалы. Тут же резко повысились требования к поставкам, и битый камень из Серпухова был забракован по всем параметрам. Возможно, только это спасло от гибели все остальные белокаменные сооружения Серпухова. В ноябре 1934 года контора метростроя в Серпухове закрылась. А с июня до самого закрытия она сбывала населению бутовый щебень по сходной цене. К примеру, 20 августа 1934 года все в той же газете «Набат» было напечатано объявление. Метрострой предлагает находящийся на участке Красная гора камень бутовый и щебень в количестве до 100 кубометров. Достоверно неизвестно, куда пошел этот камень. Но по слухам, южный спуск Красной, а ныне Соборной горы, как раз там, где я сейчас нахожусь, замощен именно камнем из стен Серпуховского Кремля. Так что, в каком-то смысле, часть Кремля все-таки осталась в родном городе. Юго-восточный спуск весь собран из белокаменных деталей Серпуховского Кремля. Это можно сейчас наблюдать. Замощен, в стеночке все выложено из остатков стены. Можно ли сегодня спасти остатки Серпуховского Кремля? Реставрировать его можно. Сейчас просто нужно подписать небольшие документы по охранной зоне Серпуховского Кремля и вписать ее в федеральную программу по реставрации памятников федерального значения. Сейчас Серпуховский Кремль представляет собой удручающую картину. С каждым годом теряется минимум ярус белокаменной кладки сверху под воздействием дождя, снега, ну, всех этих природных условий. Осталось проверить еще одну легенду. Молва гласит, что в декоре станции Серпуховская все-таки есть частички стены Серпуховского Кремля. Невероятно. Неужели возможно, чтобы они сохранились до того момента, когда построили Серпуховскую? Увы, мы выяснили, что это только легенда. Стены Серпуховской и в самом деле облицованы светлым камнем, но это мрамор. Никакого известняка в ее декоре нет. И прямого отношения к Серпухову станция Серпуховская не имеет. Название свое она получила в первую очередь благодаря выходу на улицу Большая Серпуховская. Правда, улица эта названа в честь дороги на Серпухов, проходившей здесь с 14 века. С историей этой дороги также связаны названия улиц Большая Полянка и Варшавское шоссе. Итак, сомнений у нас не осталось. Уникальная крепость 16 века. Белокаменный Серпуховский Кремль действительно был разрушен для того, чтобы обеспечить стройматериалами московское метро. Но пошел всего лишь набуд, и его древние стены стали незаметной частью бетонных сводов первых станций Сокольнической линии. Но частица древнего Серпухова есть и на станции метро Серпуховская. Правда, нематериальная. Это великолепный павлин над выходом. Точно такой же, как и на гербе Серпухова. Правда, не очень понятно, откуда на гербе старинного русского города взялась экзотическая птица. Впрочем, это, пожалуй, тема для отдельного расследования. КОНЕЦ КОНЕЦ